приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы уже несколько наших подписчиков постоянных спрашивают что вы делаете для защиты своих растений от вредителей и болезней я вот собрала все свои препараты разные фирмы разные возможности и в разном виде и вот эти препараты мы используем для того чтобы выращивать экологически чистую продукцию вот смотрите это вот новинка мне рассказывали подписчики именно об этом препарате и они рассказывали очень хорошую информацию то есть позитивные результаты получили поэтому я тоже приобрела это порошочек в порошке триходермины это уже используемся мы используем давно правда в жидком состоянии использовали но вот теперь появилась возможность целым килограммом заранее купить мы купили в конце января в начале февраля вот эти покупки они тогда дешевые были и вовремя это все сделали далее еще что мы используем для того чтобы эффективно работали эти препараты мы используем тестолип это биоприлипатель это очень важно с ним работает эффективно любые препараты и очень долго это не сутки не двое а определенный период допустим 10 дней работают вот эти препараты которых я тоже расскажу это аскарада м против вредителей смотрите это для садовых растений плодово-ягодные так называемые а это для картофеля но я их обязательно вместе готовлю и обрабатываю и плюс еще спрашивают что такое жидкие удобрения вот одна бутылка я достала микроминералис у нас вот жидкие удобрения делает фирма микроминералис в украине и очень удобно маленькое количество и очень хороший результат тоже получаем ну а теперь приступим к приготовлению вот этих препаратов покажу как сколько чего я считаю смотрите я смирила специально вот здесь у нас по инструкции 25 граммов на 10 литров воды очень хороший препарат и тот и другой но вот я смирила взяла в граммах спичечный коробок здесь 12 граммов ровненько поэтому нужно два спичечных коробка и можно даже сверху я специально такую мерку сделала вот такой порошочек заранее разводим за 2-3 часа до обработки и очень хороший эффективный препарат мы уже его использовали так но вот это у нас пока это касается кстати и триходермина и фитодоктора здесь по инструкции кстати смотрите инструкцию и используйте инструкцию потому что по инструкции четко все нужно делать можете даже чуть больше делать но самое главное нужно выдержать минимум час а лучше два-три часа и эффект очень хороший мы получаем от использования вот этого порошка вот она в таком виде в порошочке вот эти препараты биопрепараты экологически чистые а теперь я готовлю вот это жидкие удобрения биопрепарат против вредителей я добавляю готовлю заранее тоже за полчаса хотя бы вот и если срочно надо то тоже можно использовать и срочно сделал перемешал и обязательно вот это все смешал и сразу же можно работать мы используем чуть-чуть вот таким образом смотрите нужно 25 граммов вот этого препарата но для начала я приготовлю теста лип теста лип это у нас биоприлипатель не нельзя использовать с биопрепаратами химический препарат видите какой он голубенький его нужно всего нам всего 15 миллилитров совсем чуть-чуть свежайший препарат и теперь у него особенность есть такая сразу не выльешь в ведро выливаешь выливаю маленькая у меня вот такой ведерочко и ровно столько же сюда же заливаю и можно перемешивать так вот таким образом конечно нужно поиграться но зато качество потом лист такой блестящий дышит клеточка каждая клеточка листика так а теперь две вот этих емкости получается один к одному один к двум вот этой уже готовой есть еще ложка можно и ложкой вот главное перемешивать в этом деле так теперь четыре надо две раз два четыре и все уже перемешиваем чем дольше тем лучше но у нас есть возможность я не хочу занимать ваше время но смотрите она уже становится такое как кисель и теперь раз два это будет шесть и семь восемь в общем один к восьми и теперь перемешиваем хорошенько и оставляю его пока в стороне а теперь готовлю у меня в две емкости видите каждая ведерко по пять литров вот этот препарат это у нас карада м для плодовой ягодной почему я использую не только для колорадского жука а потому что у нас очень много различных бабочек у нас есть бабочки здесь даже получается 30 миллилитров одного препарата чуть-чуть больше вот у меня просто там мерка 25 и чуть-чуть если сверху до 30 получается 25 миллилитров предостаточно этот препарат позволяет мне убрать всякие мотыльки ту же картофельную моль очень хорошо убирают вот этот препарат ну и остальные всякие вредители которые сейчас у нас имеется но на этом же не все у меня специальная такая деревянная есть мешалка обязательно нужно хорошенько перемешать для того чтобы в этой воде кстати температура воды температура воздуха должна быть целый день нагревается вода и она не должна быть хлорированной а теперь возьмем вот этот препарат скородем картофель для жука колорадского тоже берем и наливаем я уже просто мерочка такая я ее постоянно использую видите препарат такой у него цвет и то же самое здесь тоже будет сейчас перемешивание я даже возьму сделаю так вот ложкой здесь эти почему не сразу перемешиваю оба препарата здесь разные бактерии которые работают с разными вредителями поэтому нужно их пробудить в этой теплой водичке что мы и делаем пробудили оставляем на полчаса прошло полчаса у нас вот видите какой он красивый получается тескалип нежный нежный такой кисельчик не кисель но вот оно видно ощущается вот совсем другая структура воды и теперь заливаю в одну из ведерок тоже перемешиваем и остается залить все это опрыскиватель используем наш старинный очень давние ему уже много-много лет с 2003 года у нас вот этот опрыскиватель и сейчас в него будем заливать препараты и идти обрабатывать наше растение а теперь все вместе соединяем заливаем попрыскиватель все эти два раствора прекрасно в конечном итоге как раз 10 литров то что у нас рецепт этого раствора на 10 литров что остается закрыть крышку хорошенько а теперь идем опрыскивать наш картофель опрыскивание проводим под листиками на листиками потому что яйцокладка у колоразского жука под листом и аккуратненько так все растение все вот это опрыскиваем сегодня мы не добавляли микроминералис удобрения потому что здесь достаточно всего ну а до цветения мы вот этот препарат картофель разные препараты мы добавляем то что нужно в данный момент ну что ж раиса горяченко александр волик подготовили сегодняшнее видео мы занимаемся сегодня защитой наших растений в данном случае картофеля от вредителей прощаемся с вами всего самого доброго до новых встреч на нашем канале пока пока